Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Вчера, 8 октября 2020 года, оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный записал свое первое видеообращение после того, как он вышел из комы. Алексей Навальный заявил три важных вещи. Первое. Алексей Навальный возвратится в Россию и продолжит свою работу. По разоблачению чиновников и коррупционеров. Второе. Алексей Навальный винит в своем отравлении лично Владимира Путина. Третье. Алексей Навальный поблагодарил своих сторонников и соратников, и вообще людей, которые переживали за его судьбу. Я внимательно посмотрел данное видеообращение несколько раз. Кстати, вы можете ознакомиться с обращением Алексея Навального по данной подсказке. Друзья, у меня концы с концами не сходятся. Человек, которого пытались отравить в России, но, к счастью, у спецслужб это не получилось, он никогда не будет возвращаться в Россию. Это парадокс. Я вспоминаю судьбу подполковника ФСБ Александра Литвиненко. В свое время его заставляли убивать ни в чем не повинных людей. Он заявил, что не будет этого делать. Его арестовали. Над ним затем был учинен суд. Судья оправдал Александра Литвиненко. И затем Александра Литвиненко повторно арестовывают прямо в зале заседаний суда. Такого случая никогда в истории не было. Ну, я думаю, не будет никогда. Но через некоторое время все-таки Александр Литвиненко смог убежать из России. Он открыто жил, вел политическую борьбу, разоблачал ФСБ и различные российские спецслужбы. В частности, он записал отличное интервью, видео, в котором он разоблачает людей, взрывавших дома в России в 1999 году. После просмотра данного видео, можете посмотреть, подсказку оставлю. После просмотра данного видео у меня не возникает вопросов о том, кто взрывал дома в России и кому это было выгодно. Кто в итоге пришел к власти. Ну и что получилось? Виктор Суворов, диссидент, также проживающий в Великобритании, предупреждал Александра Литвиненко о том, что его могут убить. Что надо жить скрытно. Виктор Суворов до сих пор скрывается. Живет под вымешанным именем. Тайно. И его не могут достать наши спецслужбы. В отличие от Александра Литвиненко. Александра Литвиненко спецслужбы отравили полонием. Я вспоминаю судьбу полковника Скрипаля и его дочери Юлии, которые также сбежали из России. Их также пытались отравить новичком. Веществом, которым был якобы отравлен Алексей Навальный. Их судьба до сих пор неизвестна. Выжили они, не выжили, никто не знает. Возможно, они живы и живут тоже тайно. Возможно, они умерли, никто не знает. И вот, друзья, сопоставляя все эти факты, я понимаю, что человек, которого пытались отравить в России новичком, он никогда в здравом уме не возвратится обратно в Россию. При существующем режиме путинизма. Это парадокс. Я не знаю. Наверное, представляет меньшую опасность для этого человека засунуть голову в пасть голодному льву. Или залезть в петлю во время землетрясения. Это, наверное, будет более здравый поступок, чем возвращаться в Россию в данный момент. Как говорится, ну, не получилось у них первый раз, значит, получится во второй. Друзья, я не понимаю, либо Алексей Навальный сошел с ума, но, судя по всему, он в здравом уме. Я не вижу, что он сумасшедший. Он говорит довольно-таки бегло, видно, что соображает. Либо, друзья, мы с вами видим спектакль. Очередной спектакль. Я хочу обратить ваше внимание, что многих, почти всех оппозиционеров в России сажали в тюрьму. И сажали надолго. Они выходили, их снова сажали. Вспомните пример Удальцова. Да много кого. Сейчас много кого людей сажали. Того же Асхаба Алибекова. Дикий десантник, так называемый. Много людей посадили в России. Много убили. Анну Политковскую, Бориса Немцова. Огромное количество людей в России пострадало от существующего режима путинизма. И я вижу вот это обращение Алексея Навального. Я понимаю, что похоже началась операция преемник. Что это такое? Владимир Путин прекрасно понимает, что существующий режим путинизма трещит по швам. Скоро он рухнет. Начнется восстание народа. И режим просто рухнет. Возможно дойдет до гражданской войны. Возможно даже без гражданской войны. Ну, потому что людей, которые реально поддерживают этот режим, их единицы. Остальные просто выслуживаются. Я имею ввиду полиция, ОМОН. Все против них, по большому счету. Все. Я имею ввиду против режима путинизма. И он это прекрасно понимает. Он все видит. Что народ ненавидит его. И возможно он начал операцию преемник. Я не знаю, либо сразу же Алексея Навального поставят правителем России. Либо Путин назначит своего преемника. А затем после острой в кавычках борьбы власть захватит Алексея Навального. Я не знаю, я уже вижу, что Алексея Навального целенаправленно пытаются нам навязать и сделать его правителем России. Я не знаю, друзья. Возможно я не прав. Но у меня сложилось такое впечатление. Если бы я был, не дай бог, на месте Алексея Навального, меня бы отравили, если новичком, и я чудом бы выжил, я бы ни за что в Россию назад не возвратился добровольно. Я же не сумасшедший. Но это мое личное мнение. А вы, друзья, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось данное видео. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.